В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленецкого городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В поселке Володарского состоялся прием населения в формате выездной администрации. По поводу движения футов по Володару. Может быть действительно сделано ограничение. Почувствовать себя выпускниками смогли родители 11-ти классников. В Видновской гимназии Бутовской школе номер один прошла акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Ежегодно предмет меняется. Мы сдавали и русский язык, и математику. В современной технологии в Центральной библиотеке города Видное. Мне предложили установить новое приложение. Как оказалось, совсем удобно. Занимает всего буквально пару минут. В поселке Володарского состоялся прием населения в формате выездной администрации. В рамках встречи местные жители смогли пообщаться с представителями разных служб и ведомств на волнующие темы. Благоустройство территории, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, транспортная доступность – основные темы, которые поднимались во время открытого диалога жителей поселка Володарского с представителями администрации округа. С вопросами населенного пункта не понаслышке знакома местный депутат Лидия Козлова, которая во время встречи активно участвовала в беседе. Транспортное наше сообщение еще желает быть лучшим, потому что и дороги после зимы все разбиты. И сами понимаете, очень много у нас идет дорог, которые не приспособлены к такому количеству наших построек, то есть многоэтажно. Многие жители пришли с просьбой создать на базе амбулатории поселка дневной стационар. Ездим в Молково, а это каково нам? После Капельницы не доедешь, а тем более наш возраст, конечно. Также много вопросов было по организации досугого центра, а помещений не хватает для занятий детских кружков и по программе активного долголетия. Также поднималась тема спортивных секций в поселке. Когда-то мы помним, что у нас на Володарке была прекрасная футбольная команда, именно детская. Сейчас ее пока нет. И очень обидно, что и нет у нас волейбола, и нет у нас баскетбола. Ася Сухарева проживает во втором корпусе дома 25 по центральной улице и обратилась с просьбой устранить недочеты после капитального ремонта. Три года тому назад отремонтировали дом, облицовку сделали, а балконы так и оставили. Если вот выйдете, сфотографируете их и увидите все черные, текучие такие все. И вот я живу на первом этаже и запасной выход, где лестница вся разваливается. После приема начальников управления и служб с жителями пообщался глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Я заранее проехал, сейчас посмотрел дорогу полностью от Каширки до нашего славного поселка. Конечно, есть проблематика по Мисайлово, вот в этой части, да, вся Болодарка фактически требует ремонта, требует расширения, потому что есть и пробки, есть и емкость на дороге на сегодняшний день. Во время встречи Станислав Катаров ответил на многие вопросы. Все обращения были взяты на контроль и будут проработаны в ближайшее время. По поводу движения фург по Болодару, может быть, действительно сделаем ограничение, чтобы жители могли более прогнозировать операцию до работы домой. Напомним, что встречи с населением в формате выездной администрации проходят в округе на постоянной основе. Ведь, как показала практика, это наиболее удобный вариант диалога с жителями. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Родители учеников школ Ленинского городского округа получили возможность почувствовать себя выпускниками и поучаствовать в очередной акции под названием «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Всего в ней приняли участие более 400 человек. Акция проводилась в Бутовской школе номер один и в Видновской гимназии, где побывал наш корреспондент Максим Козлов. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь взрослым, у которых дети учатся в выпускных классах, вроде бы уже и не надо. Тем не менее, много пап и мам сели сегодня за парты вместе с детьми, чтобы почувствовать, каково это – сдавать единый государственный экзамен. Понять, как дети стрессуют, как дети вообще, в каком они состоянии находятся, когда они пишут эту ЕГЭ. Я считаю, что это очень здорово, что родители начнут больше понимать своих детей, начнут оказывать им такую нужную поддержку в этом плане. В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры, регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Приступаем к заполнению бланка регистрации. Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой позиции. Некоторые родители, как, например, Ирина Якобсен, пришли принять участие в акции именно потому, что сегодня сдают историю. Сын, который действительно очень заинтересован историей, причем это не школьная программа, это гораздо шире он увлечен этим. Ну, так как у него прекрасные отношения с преподавателем, я просто посчитала нужным, что раз просит кого-то поучаствовать, я согласилась. Но в основном главная цель родителей, пришедших на пробный ЕГЭ, справиться с эмоциями, которые сопровождают разные жизненные испытания, одним из которых по праву можно считать и этот экзамен. Посмотреть, к чему готовиться, как это сейчас происходит, потому что в основном получается, что нас пугает этим ЕГЭ, пугает детей, пугает родителей. Ей хотелось на себе узнать, проверить, настолько ли страшен этот зверь по названию ЕГЭ. Это со стороны может показаться, что надо просто сесть и написать ответы на вопросы. Нет. В едином государственном экзамене масса нюансов, которые порой ставят родителей в тупик. Например, есть задание, где ответ запишите словом. Например, в каком веке. По привычке хочется написать цифрами. На экзамене важно написать словом, например, в 17 веке. Родителям, которые не готовятся, у него это может вызвать вот такие затруднения, наверное. На этой акции родители не только приобретают понимание, с чем столкнется их ребенок, но и получают от преподавателей ряд важных советов, связанных с подготовкой к экзамену. Желательно уже в 9 классе определиться с ОГЭ, чтобы это стало основной базой для экзамена. А потом эти экзамены они уже выбрали и продолжили в 11 классе. Это будет правильнее. Мероприятие длится недолго. Даже представители администрации округа нашли время в плотном графике, чтобы принять участие в пробном экзамене. Акция проходит не первый раз, уже проходит восьмой раз. И ежегодно предмет меняется. То есть мы сдавали и русский язык, и математику. Когда ребята пишут экзамен, это около от 3 до 4 часов. То есть здесь он рассчитан, конечно, по содержанию и по количеству заданий намного меньше. И рассчитан на минуту 30. В Ленинском городском округе акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями» помимо Видновской гимназии прошла в Бутовской школе номер один. Всего в ней приняло участие более 400 человек. Максим Козлов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Все больше услуг можно получить с помощью электронных технологий и библиотеки не исключение. Регистрация в системе бронь и заказ книг через телефон или компьютер – все это теперь доступно в любом учреждении Подмосковья. Как внедряют современные технологии в Центральной библиотеке города Видное, расскажет Олеся Мордвинова. Библиотеки Подмосковья переходят на обслуживание пользователей через единую цифровую платформу «Моё Подмосковье». Зарегистрироваться можно на сайте библиотеки Подмосковья через региональный портал «Госуслуг». После этого в разделе «Бейдж» вы найдете свой уникальный QR-код. Его нужно предъявить библиотекарю. В дальнейшем можно не пользоваться браузером, а скачать мобильное приложение «Моё Подмосковье» и ваш «Бейдж» будет всегда под рукой. Посещение учтено. Мне предложили установить новое приложение. Как оказалось, совсем удобно, занимает всего буквально пару минут. Сотрудники помогли установить его на телефон, отсканировали и выдали мне книги. Используя платформу, можно записаться в библиотеку, узнавать о наличии книг и бронировать их, а также получать информацию обо всех библиотечных событиях. Это упрощает процесс не только для читателей, но и для сотрудников. Бумажной работы стало меньше. Вся информация о книгах и заказах пользователей теперь в компьютере. Однако не все могут самостоятельно зарегистрироваться и скачать приложение. Сложновато пока людям более пожилого возраста, но мы с удовольствием помогаем. Когда приходят и говорят, что нет телефона, нет смартфона, нет интернета, пожалуйста, приходите к нам. Мы все здесь делаем в течение пяти минут. Работу на данной платформе только начали, поэтому пока она имеет некоторые технические недоработки. Однако их замечают и стараются оперативно исправить. Работа ведется очень активно по их устранению и постоянно проводятся мониторинги Московской губернской универсальной библиотекой. Они собирают наши замечания, прорабатывают их. Современная библиотека – это не только книги, а еще и пространство для творчества и вдохновения читателей. Пользователи могут общаться с единомышленниками, использовать медиапродукты и реализовывать свои проекты. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинский городской округ располагается на территории, равной 20 тысячам гектаров, из которых 6 занимают леса. Третий год краеведы совместно с Советом активистов способствуют приданию зеленым зонам округа статуса особо охраняемых. В историко-культурном центре прошло собрание, посвященное природному наследию поселка Володарского. Статус особо охраняемой природной территории позволяет восстанавливать и регистрировать редкие виды растений и животных. Для человека это прежде всего сохранность леса, а значит обеспечение кислородного баланса. В Ленинском округе уже созданы две особо охраняемые территории – дубовые рощи усадьбы Суханова и природно-исторический комплекс «Горковский» поселка Горки-Ленинские. Новый проект посвящен сохранности зоны поселка Володарского. Ближе Аки, место с таким биоразнообразием, я до сих пор не знаю. Там зарегистрированы южные виды бабочек за пределами основного ареала. Ряд очень редких растений, в том числе из Красной книги Российской Федерации. Инициативность граждан стала решающей. Благодаря добровольческим взносам на территории поселка Володарского были проведены исследования, зарегистрировавшие на ней редких обитателей и растений из Красной книги. А значит, статус охраны территории будет присвоен. Как грамотно и бережно вы относитесь к родной природе. И поэтому появляется документ, который защищает бабочек на нашей территории. Инициативу присвоения статусов особо охраняемых территорий землям Ленинского округа поддержало Всероссийское общество охраны природы. Надо беречь каждый уголок земли. Надо стараться сделать все возможное, чтобы будущие поколения относились к тому, что мы пытаемся сохранить, так же требовательно, как мы. На 2024 год краеведами и Советам активистов планируется присвоение статуса особо охраны территории Видновскому лесопарку. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Виднет-ТВ. В Центральной библиотеке для школьников провели мероприятие, которое посвящено 90-летию Челюскинской эпопеи. С ребятами встретились участники Общественного комитета Челюскинзов. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Для того, чтобы современная молодежь узнала о деталях арктической экспедиции по Северному морскому пути на пароходе Челюскин, о гибели судна и о том, как легендарные летчики спасали людей, сотрудники Молоковской библиотеки организуют серию мероприятий, которые посвящены 90-летию завершения операции по спасению экипажей пассажиров. В проведении встречи принимают участие члены Общественного комитета Челюскинцы. Сам комитет был создан с целью увековечной памяти о героях-челюскинцах и празднования 90-летия. На мероприятии присутствовала Елизавета Коробкина, внучатая племянница героя Советского Союза Василия Молокова, а также кинорежиссер и руководитель проекта «Неизвестный герой Севера» Борис Дворкин. В рамках нашего проекта мы показываем документальные фильмы из истории освоения Арктики. И у нас есть права на показ фильма о Челюскине, который был создан в 1934 году, снял во время похода Челюскина, во время спасения. Минус 40, ветер, кабины открыты, до материка 150 миль. 5 марта лебедески были созданы детей и женщин. Школьники были впечатлены подвигом летчиков. Они старались как можно больше людей перевести. Для меня это очень большой подвиг. Они жертвовали своей жизнью и не боялись даже. В рамках мероприятия организована передвижная фотовыставка комитета Челюскинцы, которая посвящена первым героям Советского Союза. Она будет работать в Центральной библиотеке до 24 марта. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова